Скажите, что бы вы сделали, если бы на вашу ферму заползла змея? А ведь с такой проблемой австралийские фермеры сталкиваются ежедневно. Вы на канале Удивительная Планета ТВ и я расскажу вам, как австралийцы справляются с нашествием змей. Борьба со змеями, можно смело сказать, один из самых важных жизненных навыков для австралийских фермеров, так как Австралия просто кишит ядовитыми змеями. Фермеры несут значительные убытки и риск потери здоровья или даже жизни из-за встреч с этими рептилиями, даже если укус кажется незначительным, например, на ноге или руке, как у этой женщины. Вы спросите, что же предпринимают фермеры и правительство для борьбы с ежегодным нашествием миллионов змей. В некоторых районах Австралии, таких как Квинсленд и Южная Австралия, обитает множество змей, которые являются не только грозными хищниками для детих животных, но и представляют смертельную угрозу для местного домашнего скота. С очень чувствительными языками, способными улавливать малейшее движение, и длинными гибкими телами, созданными для незаметных маневров, змеи являются мастерами охоты на мелких животных, особенно на фермах, где полно птиц, таких как куры. Они нападают на свою добычу быстро и бесшумно, вонзая свои два острых клыка вплоть ничего не подозревающей жертвы. Если это ядовитая змея, такая как восточная коричневая, вторая самая опасная змея в мире, вызывающая большинство смерти от укусов змей в Австралии, то бедному животному или человеку очень не повезло. Хотя зачастую яд не убивает домашний скот сразу, он оставляет его тяжелобольным и на выздоровление уходит много времени. В тяжелых случаях наступает паралич, и домашний скот больше не может выполнять свои жизненно важные функции, а фермеры больше не смогут разводить или продавать его. Змея-мулга выделяется как особенно опасная, так как она впрыскивает до 150 мг яда за один укус, что является одним из самых высоких показателей количества яда в мире. И это представляет серьезную угрозу для любого домашнего скота. В Австралии насчитывается 113 видов наземных змей и 32 вида морских змей. Но не все из них используют яд в качестве оружия. Например, кустарниковый питон. Эти питоны в основном обитают в северных тропических районах Квинсленда, особенно в тропических лесах. И у них также есть особые пристрастия к некоторым свиньям и птицам на фермах. Ваша ферма может показаться очень мирной, и никто бы не подумал, что этот питон уже с самого утра незаметно проник в курятник, а к ночи он начинает ужинать, удушая курицу, а затем проглатывая ее целиком. Фермы, расположенные рядом с кустами и ручьями, являются одними из самых подверженных нападений у змей мест. Эта корова была парализована посреди ночи. Фермер точно знает, что виноваты змеи, так как за последние несколько дней пропало много яиц. Змеи представляют угрозу не только для животных на ферме, но и для жителей окрестностей. Вы видите, как эта пятиметровая змея оказалась пойманной за занятием гимнастикой в жилом районе Квинсленда. Городские змеи в Австралии не редкость, и было много сообщений о том, что количество змей в этой стране с каждым годом увеличивается, и они спокойно проникают в дома людей через самые неожиданные места, например, унитаз в туалете. Теперь змеи стали городскими жителями, охотящимися на мелких животных, но, к сожалению, иногда угрожающими людям и домашним животным. Тем, кому посчастливилось избежать смерти от укуса змеи, не только страдают физически, но и морально, ведь каждый день они находятся в страхе, что могут столкнуться со змеей. Ограждения, защищающие от змей, являются одним из наиболее эффективных и долговечных методов, используемых фермерами по всей Австралии, для защиты своих ферм от проникновения змей. Как правило, сетчатые заборы являются наиболее популярными, и фермеры имеют возможность выбирать различные варианты ограждений в зависимости от различных факторов, таких как размер и плотность популяции змей в их районе. Многие фермеры сообщают, что эти заборы служат сразу двум целям. Они не только защищают домашний скот от проникновения змей к ним, но и служат дополнительными барьерами, которые замедляют змей, так как они вынуждены перелезать через забор, прежде чем попасть на ферму. Однако, для того, чтобы ограждение было эффективным, фермеры должны добросовестно проводить регулярный осмотр и уборку территории фермы, а также ежедневный сбор яиц, которые являются излюбленным лакомством змей. Кроме того, необходимо тщательно выбирать тип забора, чтобы змеи не могли протиснуться сквозь него и застрять на полпути, так как, оказавшись в ловушке, они будут более возбужденными и агрессивными, что очень опасно для любопытных домашних животных и домашнего скота. Помимо сетчатых заборов, довольно эффективно строительство бетонного пола, который помогает предотвратить проникновение змей на ферму из-под земли. Хотя змеи представляют большую угрозу для фермы, полностью избавиться от них невозможно. Вопреки тому впечатлению, которое большинство людей имеют о змеях, как об ужасающих хищников, большинство змей довольно пугливые и склонны прятаться. Они нападают только тогда, когда чувствуют угрозу. Поэтому поддержание чистоты территории за счет стрижки кустов, уборки навоза и древесных отходов вокруг фермы – это некоторые активные меры, которые помогут отпугнуть змей от создания укрытий и совершения внезапных нападений. Жвачные животные, такие как коровы, являются лучшими кандидатами для этой задачи, учитывая их любовь к выпасу на траве, которая из-за их непрерывного поедания остается короткой, что и затрудняет укрытие в траве змей. В районах окружающих ферму австралийские фермеры также заботятся о благополучии птиц кукобура, местного австралийского вида, известного своими исключительными способностями к ловле змей. Фермеры развешивают птичьи и насесты, чтобы у птиц было достаточно условий для обнаружения и поимки змей, до того, как они проникнут на ферму. Кроме этого, на некоторых австралийских фермах обучают сторожевых собак и кошек выявлять и защищать территорию фермы от потенциального вторжения змей. Этот многогранный подход, который фермеры используют в своих стратегиях борьбы со змеями, дает определенные результаты. Несмотря на то, что змеи имеют плохую репутацию повсюду в Австралии, отношение фермеров к ним не всегда плохое. Фермеры не прочь и приветствовать их. Почему это так? Друзья, всем привет! Прошу досмотреть эту рекламу до конца, потому что она помогает существованию канала. 10 лет назад я заболел аллергией и даже переехал в другой город. Но 4 года назад родители купили мне вот такой вот бальзам, называется Энтеросорбент Сарбалют, производство бальзамы Короткова. И это мне помогло. Уже 4 года он помогает мне справляться от аллергии без использования каких-либо уколов и лекарств. Поэтому я рекомендую бальзамы Короткова Сарбалют вам. Также я рекомендую вам антипаразитарный комплекс бальзамы Короткова. Он абсолютно безвредный и 100% натуральный. Вся фишка заключается в том, что он избавляет организм человека от паразитов, не нанося никакого вреда организму, печени и другим органам. Заказать Энтеросорбент Сарбалют от аллергии и антипаразитарный комплекс со скидкой вы можете по ссылкам, указанным в описании под этим видео. В описании также указан номер WhatsApp, по которому вы получите бесплатную консультацию, какие бальзамы и от каких проблем со здоровьем нужно применять и как бальзамы получить. Офисы компаний и доставка есть в Казахстане, России, Украине, Кыргызстане и Узбекистане. А все потому, что змеи отлично справляются с контролем популяции грызунов, главного врага фермеров. Грызуны являются общими врагами и мишенями, как для людей, так и для змей. Такие грызуны, как мыши, наносят серьезный ущерб урожаю, роя норы, поедая урожай, распространяя болезни через насекомых, которых они привлекают. В 1993 году Австралия столкнулась с серьезной проблемой во время самой страшной в истории мышиной чумы, которая нанесла ущерб в размере около 96-150 миллионов долларов в виде ущерба урожаю. Причем свинофермы и птицы-фабрики понесли основную тяжесть разрушений. Последние исследования, проведенные в 2024 году, показали, что змеи могут служить естественным сдерживающим фактором для будущих мышиных эпидемий. Змея может ежегодно охотиться примерно на 10 диких мышей на 1 квадратный километр. При этом исследователи заявили, что число 10, скорее всего, является заниженной оценкой, поскольку змеи могут заползать почти в любое мышинное убежище. Такое хищническое поведение змей значительно повышает производительность сельского хозяйства. Каждая мышь, убитая змеей, за свою короткую жизнь потенциально могла бы съесть не один килограмм урожая. Таким образом, австралийские фермеры могут сэкономить значительные суммы, просто имея достаточно змей на своей ферме или вокруг нее. Но проблема заключается не только в повышении производительности сельского хозяйства, но и появляется хорошая возможность к снижению затрат, так как, поддерживая симбиотические отношения со змеями, австралийские фермеры могут уменьшить зависимость от дорогостоящих и опасных химических методов борьбы с грызунами. Ведь совершенно очевидно, что химические методы не только сопряжены с колоссальными финансовыми затратами, но и с рисками для здоровья человека, благополучия домашнего скота, сохранения дикой природы и чистоты окружающей среды. Подытоживая, скажу, что изобилие источников пищи создало огромную проблему для контроля рост змей в Австралии. Естественно, что змеи предпочитают оставаться рядом с фермой, где есть всегда в достатке пища, такая как мыши, куры, яйца и другие, в том числе инвазивные дикие животные, скрывающиеся поблизости. И это серьезно усложняет задачу фермерам по защите от змей, как своих животных, так и домочадцев. Именно поэтому австралийским фермерам приходится изучать основы оказания первой помощи и иметь на ферме готовые противозмеиные повязки и противоядия на случай укусов змей. Фермерам также необходимо поддерживать связь с ветеринарами и змееловами, чтобы они могли немедленно приехать и поймать ядовитых змей, и своевременно спасти жизнь укушенного домашнего скота. А большинство пойманных змей не будут съедены или уничтожены. Вместо этого они будут доставлены в ближайший национальный парк, чтобы продолжать жить вдали от людей и фермы. Друзья, надеюсь это видео было интересным. Не забудьте поставить лайк, подписаться, оставить свое мнение в комментариях и поделиться этим видео с друзьями. С вами был Блэйд, увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok